Я думаю, что есть огромное множество задач, которые следует решать, и, может быть, даже не будет в проблемах тысячи лет. Выделять какие-то проблемы, в общем, пожалуй, каждый выбирает для себя непредсказуемый случайный процесс. В любом направлении тематики это может случиться. Здесь было три секции, в общем, по направлению на каждой секции это могло произойти. В любом направлении, как я снялся, так, в общем, здесь слишком много пиар. Я бы не взялся, я уже говорил, что в этом направлении к себе, потому что ему кажется интересным, что для него подходит. Вы занимаетесь своим делом? Да. Это очень трудно сказать, но есть несколько проблем, которые очень важны в большинстве данных, в большинстве данных, в большинстве данных. Это очень важное. Конечно, есть проблемы с калькуляционными проблемами, с применением математики, в биологии, в общем. Есть несколько проблем, которые были очень серьезными и никогда не решены. Но в математике в самом деле мы все равно имеем конъюнктуры, которые ждут для решения Римана конъюнктуры. Вы знаете, сложно этот самый, что Долгарский изучил, рассказывал Миша, церлачок. Да, ясно, что это хороший диссертация, это веха какая-то. Не один год работа предшествовала, и что-то, чтобы, так сказать, с удовольствием, нужно сделать какой-то шаг вперед проблематично. Если бы вы мне его задали за полчаса, если бы вы мне его задали за полчаса. Если бы мы сегодня замахнулись на формулировки, вы бы добавили что-то новое из такого ранга? Или хотя бы, может, направление какое-нибудь обозначили? Нет, вы знаете, я бы ничего не добавила. Тут ведь есть какая-то вещь. То есть, на ваш взгляд, они остаются... Дело в том, что Гильберт же сформулировал проблемы, которые более-менее за 100 лет решились, а какие-то не решились. Одна решилась. Там очень сложные задачи. Я занимаюсь динамическими системами, там очень много задач, про которые непонятно, как за них браться. Но все-таки, мне кажется, такие глобальные проблемы, видимо, в компьютерной области сейчас будут расти и расти, поскольку там есть квантовые компьютеры, квантовые вычисления, которые ломают напрочь наше представление о машине Тьюринга, и о том, как вычисляется вообще все, что угодно. И я уверена, что эта область, она принесет много интересных задач. Мне вот как биофизику кажется, что очень сильная проблема – это математическое описание самоорганизации жизни. То есть, как она из состояния с высокой энтропией переходит в состояние с низкой энтропией. Принцип того, как это происходит, кажется, может быть математически выражен, и если это получится сделать, это было бы очень большим продвижением науки февера. А что должно быть? Модель построена какая-то или аналитические какие-то математические формулы будут написаны? Ну, пока этого не сделано, поэтому не ясно. А с чего начать тогда? Ну, начать с модели. У них есть прообраз в реальном мире, и их можно поэтому сравнивать. То есть, модель даст какую-то подсказку, а потом, может быть, какие-то решения пойдут? Описание того, как возрастает сложность системы революции, формула какая-нибудь, было бы замечательно? Вот есть то, что называется внутренняя геометрия и внешняя геометрия. Внутренняя геометрия, допустим, муравей ползет по листу и должен с одной ветки перелезть на другой лист. А внешняя может прыгнуть с одного листа на другой. Вот я считаю, что внутренние проблемы самой математики… Это как кротовую нору сейчас. Ну, например, да. Внутренние проблемы математики, мне о них трудно судить. А что касается развития математики для естественных или каких-то других приложений, я полагаю, что целый ряд задач в области теории фильтрации, то есть, когда мы принудительным образом отбираем, ну, примерно, как моют породу, золото, да, то же самое, отбор среди многообразия функций, объектов, изображений. Вот эти все фильтрационные задачи, так же, как задачи сетевые, они крайне интересны во всех отношениях. А их формулировки на сколько давно появились? Вы знаете, а формулировок, по-моему, не появилось еще. А, то есть, они даже только зреют? Ну, они как бы не то, что зреют, но вот задачи фильтрации, отбора информации, почему важны? Мы живем в век интернета, когда у вас как бы все это большая помойка. И, так сказать, ценно от неценно, в отличие, очень трудно. Не отличить, а отделить. Отделить еще хуже, даже, ты даже не можешь понять сперва, чтобы размаркировать, потом отделять. Вот, ты даже не можешь это сделать. Поэтому, вот, вопросы фильтрационные, все задачи фильтрации, вот, они должны быть подняты с уровня, вот, хроматографической фильтрации, когда мы выделяем из общего спектра соединений какое-то то, что нас интересует. Вот, поднять их в область, так сказать, информационной обработки, массовой обработки. Как мы найдем, как определим. Это, скорее, вот узнавание. То есть, вот мы как узнаем, что это перспективно и ценно, и как мы чувствуем, что это не наше, например. Вот, это проблема везде есть. То есть, есть проблема в музыке, есть проблема в живописи. Когда ты чувствуешь, что тебя это тянет, и там есть, так сказать, вот, ну, как бы, важная какая-то вещь для всего сообщества, ты туда идешь уже не считаясь со своими ресурсами. Но это же очень субъективно. Одну минуту, ну, наука и субъективна в той части, когда мы делаем первые шаги. Вот, она становится объективной, когда мы уже после этого пытаемся закрепить и социализировать результаты. А вот мотивы движения людей, которые попадают в условия неопределенности, вот, как они движутся, как они обеспечивают навигацию. В своей природе, так сказать, основной природой дискретно. Мы стараемся для облегчения жизни создать непрерывные модели. И вот соотношение между дискретным и непрерывным – это одна из таких интересных проблем, которые во многих отношениях так и не прояснили. Вот это интересная задача, которая, на мой взгляд, даже чисто математически не прояснила. Ну, дискретность определяется, так сказать, можно и математически считать, что у нас вот… В физике вообще дискретность – это вообще понятие спорное, если физические объекты не дискретные. В каком смысле спорные? Задачи более легко решаются, если они сформулированы, как задачи каких-нибудь дифференциальных уравнений и так далее. Даже в атомной физике основной моделью является все-таки, так сказать, уравнение Шведингера, и все, что с ним связано, которое сформулировано для функции плотности, правильно? А это означает, что мы все равно как-то моделируем эту плотность как непрерывную. То есть распределение все равно, но в конце концов считаем, что это глазкая функция, и работаем с ней как дифференцируемую функцию, пишем для нее уравнение и так далее. Это соотношение, так сказать, где вот эта граница, как их проходит. Можно ли как-то четко сказать, что до этого момента дискретность существенна, а после этого момента она не станет, так сказать, существенна. Такой тонкий момент. Вот возьмите список задач Миллениума, одну из них решил Перельман, остальные шесть еще открыты, за которые миллион дают. Хотя, конечно, даже смешно за такие задачи. Ну вот, скажем, та, которая мне ближе из них, это про уравнение на вес ток, с уравнение гидродинамики. Математической физики не знаю. Если понять ее, да, математической гидродинамики, если по-настоящему понять, как там все устроено, загадочное, то там смешно даже говорить о каком-то миллионе. Это речь идет о построении, о понимании, например, надежной математической модели турбулентности, чего нет. Вот так устроено движение, когда все начинает плановаться, портиться. Конечно, инженеры уже сотни лет с этим имеют дело, что надо мерять, рефируют, но серьезной, фундаментальной, настоящей надежной модели нет. И задача чисто математическая, та же, которая входит в миленеум о существовании вопросов, чисто математикой, она хитро устроена. Вам задают вопрос, вроде бы, очень абстрактный и формальный, но точный и конкретный. А когда вы бьетесь, чтобы его решить, ну непонятно, как его решать. По дороге вы, ну в конце концов, где-то на самом вопрос, это что-то вроде спорта. Но поскольку это заводит очень серьезный людей, то по дороге выясняется, что, чтобы на него ответить, надо действительно устроить и структуру этих уравнений, а помечнуть еще эти структуру базовую, и ванну скелет того, как устроен мир. Пока не устроена эта задача. Такая морковка, которая, так сказать, человеческая природа, если человек прислится быть первым, стремится ответить, а математика, они еще люди, могут быть точностью, но важен конкретно поставленный вопрос. Да, это не будет четко, правда, что вот математика – это такой такой предмет, где последний может быть точный, то есть, внимание действительно точный. Задача тысячелетия. Что на сегодняшний день могло бы быть такого же уровня? Важная задача – это вещь очень чрезвычайно субъективная. И она чрезвычайно сильно зависит от авторитета того человека, который ее формулирует. Я опасаюсь сейчас в этих терминах как-то рассуждать. Так это означает, понимаете, сказать, что моя задача важнее, чем задачи, которые решают другие люди. Конечно, об этом надо задумываться, какие задачи более важные, какие задачи менее важные. Это очень важно об этом думать. Но реально то, что мы можем… Да, и это позволяет нам отбрасывать задачи менее важные, и которыми заниматься, по-видимому, не надо. Во всяком случае, с нашей точки зрения не надо. Но то, что с нашей точки зрения важное, вот мы в этой области работаем, но, к сожалению, так получается, что продвижения, они всегда относительно небольшие. И вот мы работаем в какой-то очень узкой области, где мы в состоянии что-то свое новое сказать. И математика сейчас современная, она такова, что в ней работает огромное количество, одновременно работает огромное количество чрезвычайно квалифицированных людей. И поэтому взять, сформулировать задачу, которая важнее всех остальных, это невозможно. Это некоторый организм, который вот так вот развивается, развивается по своим законам коллективными усилиями. И действительно, есть достижения важные, есть достижения неважные, хотя, опять же, это очень субъективно. Поэтому мы как раз… И этому надо учить, на самом-то деле. Я считаю, что как раз очень важно, чтобы человек работал в хорошей компании, где ему привьют правильный вкус, хороший вкус к тому, что хорошо, что плохо, что надо обсуждать, что не надо. Вот на что не жалко потратить несколько лет своей жизни, вот, а что надо просто игнорировать. И на эти вещи работают, с одной стороны, семинары, если люди, вот где, на которые человек приходит каждую неделю, скажем так, общение с научным руководителем, которое происходит регулярно, но этого мало, потому что все равно это относительно узкие… Это узкая область, потому что каждый из нас ограничен. А вот такие конференции позволяют нам резко, резко расширить свой кругозор и резко познакомиться с огромным числом новых вопросов, с огромным числом новых идей, новых людей. По поводу того, что нового, такого великого случилось в математике. Но это не совсем правильный вопрос на Москве. Хорошо. Датачи Миллениума, они вот как бы были сформулированы с точки зрения активности математического сообщества в тех или их направлениях, во-первых, а во-вторых, с точки зрения потребностей будущего развития самой математики, и в том числе и приложений. Ну, если говорить о сегодняшней ситуации, то, наверное, одна из тематик, которые, возможно, следовало бы включить, задачи вот Миллениума, может быть, даже два направления. Это одно, конечно, гиперзвук, где совершенно новые уравнения появляются, которые сегодня, наверное, не так хорошо изучены. Почему? Потому что приложений много. Просто потребность, да, вот это вот, скажем, современные инструменты разных назначений, они в этих средах уже, с этими скоростями уже летают. Но это отдает военными технологиями. Нет, только военные. Не обязательно? Не обязательно военные. Или это космические? Хотелось что-то предотвратить, как бы вот, быстро доставка чего-то куда-то. То есть космические? Да, да, да. То это тоже может быть. Для этого тоже могут быть использованы гиперзвуки. Но потом, конечно, я не ожидаю, что гражданская авиация будет летать на гиперзвуке. А кто знает? Ну, кто знает. Мне нет одной ортодоксальной математики, что лет через 10 будет сплошная математика. Помните, как он сказал, и за две лет через 20 будет сплошное телевидение? Ну, нет, не состоялось, да. Да, но многие профессии, где, как бы, раньше был человек, ну, скажем, профессия водителя, водитель за минуту оценивает, там, до 50 ситуаций на дороге. Ну, это говорят, как бы, профессионалы. Ну, а если, конечно, на Формуле-1, там, это он только переключений, там, делает за одну минуту больше. Но она уходит, да? Ведь сейчас появляется автопилот. Ну, мы видим сейчас, есть уже автороботы. Это и плохо, и хорошо. С одной стороны... Мы высвобождаем рынок труда и не даем людям взамен ничего. Мы же... Ну, потому что математик, разрабатывая метод для замены водителя, он не думает о том, какую работу займет тот человек, который работает водителем. Нет, смотрите, с другой стороны, этот водитель не заснет. Этот водитель с медленной скоростью... Пусть он будет ехать с скоростью 50 км, но он 24 часа в сутки будет ехать с этой скоростью, и все грузы будут доставлены вовремя, и, так сказать, безо всяких отклонений от маршрута. Это на стадии, если он останется. Да, да, вот. Конечно, останутся эти профессии обычных водителей, но в каких-то стандартных вещах, можно для работы в карьерах, опасных производствах, где требуется повышенное здоровье, то там, скорее всего, роботы такого типа, они людей будут заменять. В этой ситуации возникает задача, конечно, не такая уж новая, но это обработка большой базы данных. Одно дело, когда наш человеческий мозг, который как бы 25-ти латный компьютер очень слабенький. Он может копаться только в определенном количестве. Есть какая-то критическая масса, за которой, да. Но он на какой-то условной нейронной сети все быстро оценивает. Он научится, вот, будет, большие данные обрабатывать, и отсеивать сразу, как бы, шумовую информацию, которая для принятия решений не важна, истанет, только главное. Вот эти задачи, они сейчас... То есть, вот в этой области может быть какой-то прорыв, и возникнет какая-то задача-то исчезреть, или менее... Это, вот, ими занимаются, эта задача, как бы, отсечения информации, поскольку, то есть, полученный блок информации достаточно для принятия правильного решения. Ну, что такой-то там, с высокой долей, вероятно.